Спасатели, врачи и официальные лица Я не могу уже, я как встала, я в 7 часов встала, я даже не слышала Держите себя ради ребенка Конечно страшно, как теперь спать-то, каждую минуту надо бояться за детей Ладно, мы-то жизнь прожили, а вот эти дети-то откуда, куда им, как они будут дальше жить Все время в страхе, а куда нам переселяться, нам некуда переселяться-то отсюда Тем более опасная зона такая, он здесь летит, прям низко летит Сирены и шум двигателей спасательной техники, увы, не мог задушить крики и плач людей Которые потеряли своих близких, целые семьи остались под завалами своих же домов А в других, тех, кто выжил, бился в отчаянии, кричал от горя Вопрошая воздух, зачем они остались в живых Рано утром, когда все это случилось, у людей был шок Глава Илак Мюту, все, кто был в панике, кто падал в обморок, всех собрал в один дом У меня двое детей, там столько людей погибло Из-за одного двух человек, ничего не осталось Все, что у нас было, все пропало Не знаю, что делать, но жить здесь не буду С утра уже работает 14 бригад, около 60 медицинских работников Медикаменты, все это достаточно Количество трупов 31, 9 фрагментов Создан республиканский штаб, горячая лина 112 В основном это были ранения разного характера В начале 8 человек, недавно еще 9 отправили, они в городе В основном все ближе расположенные больницы Город мобилизован для полного оказания медицинской помощи И тяжелое есть, и в основном в шоковом состоянии Мне кажется, как только шока выйдет, наверное, будет определенно больше психологического характера Елена Яковлева, Манас Бакешев, НТС